Нет, это константа, в том-то и дело, что она не случайная, она детерминирована для данного материала. Случайная вот функция, вот она. А функция от времени не зависит? Нет, от времени не зависит, потому что здесь такой закон. Если была другая форма теории ползочек, то да, здесь можно назвать восстановившись ползочек. То есть правая часть вообще от времени не зависит? Есть, да, только напряжение. При постоянном напряжении скорость постоянная. Ну, если вы начнете менять функцию от времени, вот эту, то, конечно, здесь приходится решать задачу, и это не проблема. Но альфа, альфа это константа. Вот х и вот х' коррелируют. Да я же показывал вам. Вопросы, да, Игорь Ващенко сказал. Для меня было огромное впечатление результаты теории ползочек и эксперимент, который изложил Владимир Павлович. Ведь что получается? При данном наборе образцов, одинаковые внешние условия, образцы совершенно одинаковые, поведение по ползочеку совершенно разное. Мы привыкли, что такая вещь бывает в квантовой механике. Неустранимая такая случайность. Она доказывается с макроскопическими телами такая вещь. Это имеет огромное значение и для теории математической физики. Мы тут занимаемся уже довольно давно, и в прошлый раз рассказывали про функциональную механику. Мы из общих соображений пришли, чтобы надо заниматься стокастическими краевыми условиями, стокастические характеристики в равнении математики. Здесь замечательный такой конкретный пример. То есть это не квантовая механика, а классическое, практическое, инженерное дело, где это нужно делать. Теперь у меня конкретный вопрос такой. Посмотрим вот первую серию опытов, которые вы описывали. Значит, там разрыв происходит в конечном итоге. Вопрос такой, в какой момент времени, а не в случайный момент времени. Но по какому закону распределить? Совершенно случайный закон времени. Гауссовский? Нет, гауссовский. Брать нельзя так ближе к нормальному, лабаритмическому. Ближе так. Но с ним хуже работать, понимаете? Я в любом случае потом все равно на храме закона распределить, это не совсем правильно. А точка разрыва тоже по другому закону распределить? Дело в том, что локализацию вам показал, для того, что там нарушается уже, нельзя использовать, вот, в локализации, когда происходит локализация образца, нельзя одномерную теорию уже использовать. Я ее просто показал, для чего? Чтобы даже с учетом локализации сохраняется коррелированность. А вообще, вот, нужно расчеты вести только до появления локализации. Как только вот, я не знаю, сейчас, а, есть это все, сейчас вам покажу. Расчеты надо вести только вот до этой точки, вот. Дальше, ну, нельзя этого делать, потому что там, в этой зоне локализации уже возникает сложное напряженное состояние. То есть, одномерность нарушается, вот, нарушается одномерность. Поэтому расчеты нужно вести вот только до этой точки, в упругопластической области. А в ползучести, сейчас вам покажу, до каких пор. Ну, на третьей стадии еще можно, там, в отличие от пластичности, ползучесть более хорошо ведет себя, потому что там все растянуто во времени, и локализация не так явно выражена. Но, тем не менее, я бы, например, вот, где-то здесь прекратил это все исследование, потому что дальше вот это уже признак такой явной локализации. Я еще раз хочу сказать, что это огромный новый класс задач, представляющих чрезвычайно интересную логическую исследование. Спасибо. У меня вот тоже вопрос в связи с тем, что Игорь Васильевич у вас спросил. Вот в такого рода исследования, конечно, высокие требования надо предъявлять к изготовлению образцов. Это означает, что их нужно сжечь, правильную геометрическую форму придать, отполировать, потому что поверхностные дефекты очень существенно влияют на вот те распределения, которых Владимир Павлович говорил. Вот что-то можете сказать о технических формах? Сперемент проводился, в общем-то, по хорошей технологии. Образцы изготавливаются прям из заготовок, которые нам привозили. То есть это точная механика уже, да? Ну, как точно. Но цилиндр должен быть более нестаражен. Значит, в образце диаметрический параметр, диаметр контролировал с точностью до 0,01 мм. Это было. После того, как пройдет образец, то есть резец, как мы изготавливали, электрополировка была. Удалялись. Какая так, их цинк 40-х? Это мы убирали все. Старались ее убрать нельзя, но минимизировали. Малу-ладерная контроль, скажем, была? Нет, этого не было. А не пытались ли хотя бы в какой-то мере отследить устойчивость относительно нарушения одномерности, нарушения симметрии? Важный вопрос. С точки зрения устойчивости, здесь у нас было стандартное испытание. При растяжении эта проблема, скажем так, она не является, ну, что ли, первотечередной, что ли. Вот Владимир Васильевич задавал, если мы сжатием занимались, то тогда там нужны тончайшие эксперименты. Их пока, по моему мнению, могут проводить только в Новосибирске и в институте механики МГУ. Больше нигде такой аппаратуры нет. У нас, даже если была несоосность какая-то, она все равно нивелируется. И все это в конечном итоге загонится в случайность, и мы ее учтем через вот эту флутацию. Она проявится. Вопрос, почему? Вы считаете обыкновенные дифференциальные уравнения, которые возникают только в случае абсолютной симметрии. Если чуть-чуть симметрия нарушена, будет уравнение с частным, то никуда не денете. Все правильно. Хотя нужно что-нибудь теоретически посмотреть. Вы знаете, мы... Это должно быть близко. Понятно, нет, ваш вопрос понятен, я с ним принимаю это. Но дело в том, что мы еще с обыкновенными дифференциальными стихотическими уравнениями до конца не разобрались. Дайте, мы закончим с ними. Потом мы перейдем уже в более сложные задачи. То есть не пытались, да? Пока стоит задача. Как вы считаете, будет, должна быть устрачивость относительно таких вещей. Потому что у вас какие-то эффекты проявляются. Вы понимаете, Дарья, я не могу сказать. Может быть, потому что вот один эффект появился, который я говорил, не монотонность. Я не знаю, почему он появился. Вот будет он сохраняться? Не могу априори сказать. Или это исключительный, соответствующий только симметричный условие? Может быть, чуть-чуть вы сдвинетесь? Анатолий Тащевич, могу сказать... Владимир Павлович, вот Анатолий Константинович пытается очень важный вопрос поднять, но не в механических термин. Я попробую подкорректировать, если вы позволите. Проблема все-таки вот в чем. Он пытается вот что от вас услышать. Если случайно нарушение геометрии произойдет, но у вас есть фотографии соответствующего образца, видимо, это соответствующий случай, то в опытах вы, конечно, разрушение повязки механизма не получите. Происходит явление так называемой поверхностной неустойчивости. В нарушении поверхности образуется шейка в образце, и резко сужается форма образца, падает напряжение, вот эта не спадающая ветвь, которая на слайде фигурировала. Мы называем это поверхностной неустойчивостью. Естественно, что напряженное состояние становится неоднородным, трехмерным. Естественно, что уже одномерными дифференциальными уравнениями не обойдешься. Но отчасти этот вопрос находится за рамками доклада, в каком смысле Владимир Павлович пытался описать разрушение, соответствующая работоспособность конструкции, когда геометрия идеальна, и разрушение происходит по нелинейно-вязкому типу. Я понимал, что это вопрос за рамками доклада, и я спросил, предварительно. Вопрос шейка образования очень нерешен для всего момента. Я понимал это, и поэтому я сначала сказал, что это просто любопытство. Тут вот в чем дело, я вопросами разрешения искусственно ушел, я сказал, что у меня проявление идеализировано. Нет, шейка это я только в экспериментах показал. А потом я сказал, что я это не рассматриваю, вот у меня теория. Я ушел от этого, потому что не решу я пока. Хотя у нас есть задача решенная о ползочке трубы с параметром поврежденности. Она есть, вот статья есть с моим инистратором, каком Николай Николаевичем, она опубликована. Одна попытка была, и она, я считаю, там, конечно, много... Здесь все-таки эффект грубый, да, то есть достаточно обыкновенное уравнение. Что получилось? Ну, а здесь вот... Нет, 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 то, что вы сказали, посмотреть... Да, мы добавили вот к уравнениям состояния, которые вот здесь вот записаны еще, ввели сюда параметр поврежденности, он тоже случайный, и для него записали такое же обыкновенное дефицитальное уравнение, и пока прошло. Понятно. Пока прошло. Фактически, полковсификации, это нелинейно-вязкое течение, то есть некий обобщенный вариант нелинейного уравнения вверх-токуса. Если вот так говорить, ползучий, это нелинейно-вязок. Ну, установившись, ползучий, это да. Это книга Юрия Николаевича Работного Академика, но это очень старые книги. Ну, Юрий Николаевич, я хотел бы сказать, что аналогия с жидкостью, здесь все-таки не надо проводить полную. Тут совершенно... Тут настолько эффективно, отличающийся от поведения жидкости, поэтому просто по терминологии, да, похоже, но не по физике. Конечно, да. Это на турбулентности, что ли, получается? Вы знаете, физики не могут разобраться, из-за чего разброс данных. Вот в институте металлургии, вот чем корреспондент тогда Одинг был, у него целая группа разбиралась, что же происходит при ползучести. Они различные слезы делали. И только до конца, вот физическую природу, из-за чего получается разброс, они так и не описали. Напрашивают, что дефекты там не видят. Да нет, там другой механизм организуют. Вот когда идет пластичность, там идут блоки просто, блоки скольжения. Они выползают и их показывают. А в ползучести, получается, при высоких температурах, вот эти блоки, они вращаются только относительно друга. И вот это вращение, а там всегда между зернами еще есть какая-то прослойка, и вот зависит от того, какая структура, зерновая структура, и какая прослойка, которая склеит вот эти вот зерна, из-за этого, наверное, и получается. Там другой механизм совершенно. Совершенно другой механизм. Всего одна работа по турболизованному пластическому течению, она принадлежит Академику Новожилову, тоже уже старая работа. Такие концепции рассматривались. То есть при очень больших Н, когда вот такого рода течения становится все близким к идеально пластическим, возможны режимы, которые напоминают турболентное течение жидкости. Это так называемое турболизованное пластическое течение. Даже вот соответствующая книга, они с Кадашевичем опубликовали, но это уже требует микромеханического подхода в любом случае. То же самое, как и в классической гидродинамике, если воспользоваться классическими подходами, там тензо-турболентное напряжение, там осреднение по пульсациям, вот нечто подобное наложилось в проделок. То есть аналогия здесь есть с турболентным стеклом. Так, пожалуйста. Значит, известно, наверное, хорошо. Все знают. Результат о том, что если даже приготовить образцы вроде бы в одном и том же состоянии, одинаковые, так сказать, по всем признакам, и запустить их, так сказать, вот в этот процесс, то они могут повести себя по-разному, если у них была разная предыстория, несмотря на то, что в данный момент... Момент дал. Так вот, я хочу узнать, насколько тщательно в этих экспериментах была проконтролирована предыстория каждого образца. Я вам скажу, что в тех экспериментах моих, которые проводили предыстория, была у всех образцов одна и та же. Привозили нам сантиметров 30, наверное, заготовку. И мы все образцы по одной и той же технологии из нее вырезали. Мало того, что это одна технология, один как бы слиток. И тем не менее, разброс вот такой. Вот если бы я еще из другого вырезал образца, там вообще картина с разбросом еще хуже была бы. Потому что от плавки к плавке разброс может быть совершенно разным. Если образцы объединить, то дисперсия увеличивается намного сильнее. Потому что не только из одной плавки разброс, а еще и от плавки к плавке он меняется. У меня такое чувство, что реология превращается в космологию. Еще подробно. Какая же ситуация. Теория феноменологическая. Без экспериментов ни к чему не запустится. Пластическая деформация. Все это уничтожается отжигом. Нужно отжиг от роста произвести, и вся предыстория уходит. Вся эти механика вот таким универсальным средством обладает. С тем, чтобы обрубить всю предысторию. Поэтому я не знаю, космология возможна или нет. Я думаю, что нет. Мы не можем, так сказать, предыдущие этапы, эллиминировать предыдущие этапы развития Вселенной. Но вот в механике, к счастью, это возможно. Отжиг. Продолжаем, да, коллеги? Там один вопрос есть. Как общественность научная? Еще вопросы? И мы все, заканчиваем дискуссию. У нас уже без... Заканчиваем, да, дискуссию? Все, давайте начнем. Все, давайте начнем. Все, давайте начнем.